Всем привет, с вами MasterCraft, и эта серия видеороликов будет посвящена Akai MPC. Они могут быть разные, принцип работы у них одинаковый. В этой серии видеороликов мы начнем от самого базового уровня, когда вы только купили Akai и не знаете, что делать, и постепенно дойдем до более профессионального уровня и попробуем уже создать свой трек. Мы с вами обсудим некоторые фишки и приемы. Также сразу хочу сказать, что эта тема не очень популярна на русскоязычном YouTube, так как Logic или FL Studio, так что прошу вас, уважаемые зрители, поддержите эту серию видеороликов лайками, комментариями, а самое главное подпиской. Ну что, давайте приступим. Как вы успели заметить, у меня здесь только Akai MPC Live и стол, потому что больше для нее ничего не требуется. MPC Live работает на аккумуляторе, без проводов, без компьютера, ну точнее она может работать как контроллер, но я чаще всего использую и ценю ее именно за то, что она работает как отдельная абсолютно музыкальная драм-машина, сэмплеры и так далее. Вы просто вставляете сюда наушники или подключаете колонки и начинаете работать. Это очень круто, можно использовать в поезде, в самолете и так далее. Но сейчас не об этом, сейчас мы рассмотрим непосредственно то, как на этой машине работать. И теперь, я думаю, мы перейдем к самому интересному, к нарезанию сэмпла, как вообще сэмпл загрузить сюда и как это сделать. Для того, чтобы сэмпл, что-то сэмплировать, нам понадобится вот такой провод. На этой стороне у нас два джека и на этой стороне у нас три с половиной и переходник в iPhone. Или что у вас там. Соответственно, это мы вставляем сюда и сюда. И все, сэмпл машина ваша готова. Соответственно, мы теперь разблокируем iPhone, подключаем это сюда. Давайте сделаем что-то типа ритм рулет. Сейчас в режиме реального времени мы заходим в радио. Так, интересно, фокусируется, нет? Вот теперь фокусируется. Так, меню, сэмплер и monitor нажимаем. Вот теперь будет слышно. Ну, давайте зайдем куда-нибудь в латиноамериканский джаз. Неплохо. Давайте сэмплировать. Соответственно, мы нажимаем теперь вот эту кнопку и вот эту. Смотрим, да, что у нас идет. В принципе, так как это джаз, я не вижу смысла тут по BPM надеяться что-то сделать. Давайте будем делать вручную. Ну, примерно как-то так. Соответственно, потом мы можем все это редактировать. Смотрим. Субтитры делал DimaTorzok Шифт, конвертировать, вот так У нас там что-то есть, по-моему Да, давайте все это отключим, потому что это совсем как бы не совпадает Вот это более-менее еще совпадает Соответственно, делаем новую дорожку Плюс Вот она у нас, нашли ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ну и тут как бы безграничные давайте попробуем что-нибудь я не знаю просто с импровизируем сразу и и и и и и Ну вот примерно как-то так, можно что-то менять, можно что-то переделывать, но делается это как-то так, видите, то есть берёте телефон, подключаете телефон через, соответственно, ваш переходник, какой у вас там, если iPhone, то такой, если не iPhone, то что-то другое, сюда, сэмплируете, и всё у вас получается, вот у вас биток. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давайте попробуем записать припев, соответственно, что мы делаем, давайте переименуем, что это у нас verse. И теперь, чтобы скопировать секвенцию, мы делаем copy sequence и называем её chorus. Да, всё, выходим, теперь у нас первая секвенция и вторая, но они у нас пока ничем не отличаются, чтобы они у нас отличались, мы должны удалить всё, что есть здесь, потому что это часть куплета. И, кстати, мы должны проверить у нас, да, моно, чтобы у нас сэмплы друг на друга не наслаивались. Так, ну давайте попробуем. Это типа припев. Давайте вернёмся теперь на куплет. Ну, а в принципе, ну такой ничё биток, сюда ещё бас, там обработать, и в принципе ничё. Потому что сначала я как-то скептически относился. Ну, вот такой биток как бы за буквально там 10 минут вполне, причём это рандом с радио, то есть вы видели, что я на ваших глазах просто там пятая, по-моему, композиция. Я на радио, которая играла, мы это сделали. Поэтому давайте теперь перейдём к чему-нибудь другому. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам было интересно. В следующем видеоролике мы продолжим работу с Акаи МПС, так что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите продолжения. До новых встреч! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова